Это основа и начинается духовное нравственное воспитание прежде всего с семьи. Обязательно. Я беру это за основу хадис нашего пророка, когда был совет Иллах, и Аллах и приветствует. Играйте с детьми до 7 лет. Следующие 7 лет воспитывайте. Вот именно самый важный момент с 7 до 14 лет, до переходного возраста, надо максимально в ребенку вложить все вот эти добродетели и нравственные качества. С 14 до 21, еще 7 лет, наблюдайте, направляйте. Прежде всего я хотел бы начать с хадиса нашего пророка. Благодарю вас, и Аллах и приветствую. Инна маль амалу бин ниятва, инна ли кули мри ин манава. Поистине все дела наши, абсолютно все, начинаются с намерения прежде всего, и каждый достигнет своего намерения. Наше намерение создать общественное объединение, которое будет называться САБР. Причиной ее создания, я хотел бы озвучить, это прежде всего, хотим внести свою лепту, пускай незначительную, в превенции, в профилактике коррупционных правонарушений, и донести до общества вот эту вот мысль и идею. Прежде всего, это будет месседж молодому поколению, молодежи, подрастающему поколению. И здесь я хочу использовать свой бэкграунд. Учеба за границей в области теологии, мусульманского права, здесь кандидатская диссертация в области криминологии. Как бы есть небольшой накопленный опыт, я бы хотел бы с ним поделиться и использовать его. Ну, в чем будет заключаться наша деятельность? Ну, это, прежде всего, разъяснительная, происхитительская деятельность. Далее, духовное воспитание подрастающего поколения, молодежи, привитие добропорядочности и высоких нравственных качеств, любовь к Родине, прежде всего, и нулевая терпимость коррупции на основе Хорана, Сунны Пророка и многовековых традиций наших предков. В принципе, там заложено достаточно, я считаю, знаний и опыта. Я уверен, не надо жить прошлым, но надо брать опыт прошлых лет. Он у нас огромный. Мы взяли за основу 153-й аят Суратыр Бахара. О, уверовавшие во Всевышнего, берите, используйте и прибегайте к сдержанности, к терпению и к намазу, поистине Аллах, терпеливыми. Я считаю, терпение, САБР – это основа всего, это ключ к успеху, это ключ к достижению поставленных целей. Где бы ни было, в учебе, в школе, в высшем учебном заведении, на работе в госорганах различных, на различных должностях, САБР необходим для достижения целей. И поэтому Всевышний Аллах говорит, «Инна Аллаха ма аса вирин» – поистине Аллаха с терпеливыми. Терпение, терпение и терпение. Во всем. В принятии решений каких-то, например. Если ты обладаешь, облечен какой-то властью, в руках у тебя определенные средства, бюджетные, небюджетные, а также надо быть сдержанным в использовании их. Поэтому мы и назвали САБР. Прежде всего мы хотим представить нашу программу руководству Антикора и Духовного управления мусульман Казахстана. При их поддержке, если они нас поддержат, хотим подписать трехсторонний меморандум о сотрудничестве. Прежде всего мы свою деятельность видим, во-первых, в развитии профессиональной деятельности по обеспечению культуры и препятствия коррупции и привитию добропорядочности. Как я уже повторюсь, мы берем за основу Хуран, Сунну Пророка и наши традиции, наших предков. Второе – это значит разработка методик предотвращения, предупреждения коррупции совместно с Антикорой ДУМК, в основе которой лежит духовно-нравственное воспитание общественного сознания. Ну и особый месяц, еще раз повторюсь, это будет акцент делаться на молодежь, потому что молодежь – это наше будущее, не за горами. Сейчас век, когда много информационного мусора, это, я считаю, блуждающие огни, это не ориентир. Здесь необходимо молодежи задать тренд, дать ориентир, чтобы они четко знали, четко ставили цели в своей жизни, потому что они сейчас ученики в школе, студенты в УЗИ, и завтра уже они будут кто на госслужбе, кто заниматься другой какой-нибудь деятельностью, в взрослую жизнь вступят. И вот в этот момент они должны быть подготовлены к работе. Еще раз повторюсь, это наше намерение, во-первых, это довольствие Всевышнего, поделиться, использовать свой бэкграунд, а результат – это уже от Всевышнего. Мы не ставим какие-то глобальные цели, это просто мы начнем. Не важно, у нас это получится, не получится, в принципе, и у нас-то не так много опыта, огромного, чтобы сказать, что мы вот то-то сделаем. Поэтому надо быть скромными в своих намерениях. Намерение у нас единственное – это внести свою скромную лепту при венции коррупции и объяснить, и донести обществу, а в частности молодежи, что это в путь в никуда, и это может привести к развалу государства. А так как, в первую очередь, если ты любишь свою родину, если ты сопереживаешь, если ты чувствуешь, что ты можешь внести какую-то лепту, не важно, ты какую должность занимаешься, здесь не суть важна, здесь важна сама личность человека и его четкая цель. Где бы он ни находился, в каком положении, в каком социальном статусе, на какой должности, он четко должен знать цель принести пользу своему государству. Хадис пророка, он всегда актуален, был и будет, потому что его Всевышний Аллах называет Садык Маздух, который говорит всегда правду и который всегда искренен в своих словах, потому что он посланник Всевышнего. Поистине все дела начинаются с намерения, и каждый достигнет своего намерения. Это месседж тем, кто обладает властью. С каким намерением, молодежи, особенный месседж, вы идете на госслужбу. Вот здесь очень важно четко акцентировать свое намерение. Для чего вы туда идете? Обогатиться, достичь каких-то своих корыстных целей или служить Родине. Да, это может звучать пафосно или банально, но действительно без этого никак. Каждый, идущий на любую должность в государственной службе, он четко должен представлять свою цель в начале пути, в начале пути, что он должен служить в первую очередь народу. Власть же, она принадлежит народу, государству, и принести какую-то пользу. Потому что, вроде кажется, незначительным твоя должность, но, поверьте мне, это из капель состоит океан. Поэтому это все может привести к негативным последствиям. Поэтому я еще раз призываю свое намерение изначально, в начале пути четко знать, для чего вы идете туда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok